Вы знаете, в принципе, игра была сама по себе неплохая. В начале игры мы немножечко, как бы, не то что не были готовы, но мы уступали, так скажем. Потом мы все же вошли в игру, играли, я считаю, достаточно неплохо. Но в концовке, значит, игру бы ошибки, причем такие простые ошибки, которые были допущены, я имею в виду, в большей степени вторая шайба. Ну и в меньшинстве, в принципе, тоже, в общем-то, не такая уж серьезная была шайба, но, тем не менее, она была забита. Вот. Ну, что сказать, и то, что ребята играли, и играли, я еще раз повторюсь, неплохо, надо нам почищать свои ошибочки и выходить на другой уровень. Плюс то, что мы выиграли третий период в этом сезоне первого раза, это большой плюс. В общем-то, где-то и, наверное, немножко нам повезло в третий период, но то, что ребята работали, мы немножко провалили второй период, Казань добавила, и мы немножко не справлялись, да. Ну, еще раз говорю, в доле везения где-то немножко фарта, переломили ход, ну, здорово, что победили. Серьезным соперником, спасибо. Серьезным соперником, который нам забили? Да. Ну, а что, она скачила, удачно подстал, там, по-моему, Александр Попов, да, Саша? Ну, а что, забил, забил. Вы имеете в виду, сомневались мы или нет, да? Да. Ну, судья засчитал, ну, что тут разговаривать, базарить, что ли. Пожалуйста. Михаил Иванович, пришли проблемы с защитой по выборе человека, молодежи от нас осталось. Будете укрепляться или вот и давать больше молодежи сейчас играть? Ну, молодежи мы, конечно, будем давать, но все же хотелось бы найти вот данную ситуацию какого-то игрока, конечно, постарше. Но это не просто сделать, поэтому, насколько это будет возможно, это мы сделаем. Если нет, то будем играть с этими ребятами, и я считаю, что для них это просто счастье, то, что они играют, и они будут расти, хотелось бы, конечно, чтобы они не допускали или меньше допускали ошибок, вот, но это неизбежно, так скажем. Они мне, в принципе, и сказать, что не удовлетворять я не могу, они, в общем-то, достаточно неплохо играют, вот, ну, есть моменты, когда и, бывает, и ошибаются. Ну, то есть каждый игрок ошибается. Пожалуйста. Андрей Славович, чемпионат флорума, Анна Шупальевна, я хотел спросить про удаление Богдана. Киселевич, сейчас вот уже много уже начали его обсуждать, вот, до конца игры, но там, по-моему, где-то две, ну, может быть, две плюс две. Не удивило ли вас такой вот жестокий штраф? Ну, еще раз говорю, там была травма, да, там, ну, тут, я не знаю, тут надо посмотреть, вот, ну, такое решение, оно, оно реально спорное, может быть, я ему сказал, может быть, ну, я говорю, посмотри, может быть, на четыре минуты оно идет, но, ну, им виднее, мы посмотрим, не смотрели еще, это, если игрок подставляется, там, это одно, если идет удар, как бы, это другое, да, ну, здесь надо, такой спорный момент, он для арбитров всегда, ну, опять же говорю, была травма, и здесь они принимают решение, так вот, приняли такое решение. Пожалуйста, какие руки, как раз у вас Малыхина и, насколько вы, или как у Ярулин? Ярулин и Батышин где-то месяца на два, вот, оба. У нас Глухов недели на три, наверное, и Малыхин, ну, минимум две недели, ну, вот, как бы так пока. Ну, а там видно будет, может, быстрее, может быть, поточат. Вы знаете, мы, как бы, говорили изначально с вратарями, мы сказали о том, что кто сильнее, тот и будет играть. Ну, на данном этапе Гарипова выиграл игру, но и продолжает играть в следующую игру. Вот, ну, мы должны, как бы, пройти через этот путь тоже, дать возможность и сыграть. Хотя, в общем-то, возможность была поменять, поставить Станислава, но мы, как бы, стали придерживаться своей идеи, поэтому ничего не поменяли. Сейчас можно говорить, а вот может. Ну, да, так же это было, когда с хорватской командой играли, мы поставили там, а потом говорили, а вот надо было оставить там. То есть, такая тема. Пожалуйста. Вы говорили, что молодежь должна в такие моменты цепляться в составе. Как у Чемыхова сегодня, Артем Федоров, который отсылает свою игру? Ребята молодцы, ребята. Мы сегодня играли. У нас есть и люди уехавшие, есть. Ну, еще раз говорю, мы должны играть в любом составе. Артем молодец, сыграл сегодня. Неплохо, неплохо. Ну, мы довольны. Скорей, пожалуйста. Андрей Федорович, после предыдущей игры, вы хвалили от Витрова Касова. А может, сегодня тоже связали про Сарарки, но очень много этого спросения, как вы уже говорили, как вы начали. Ну, я думаю, что такой очень хороший второй гол был, знаете. Мастерство там, игрок там, Мишка Жукова забил. Хорошее мастерство, там попал здорово. Ну, может быть, конечно, надо было клюшки сыграть. Мы можем такое говорить. Ну, там была небольшая ошибка. Вот. Ну, винить Илюху, он нам тоже помог сегодня. Помог. Опять же, говорю, о начале сезона, где-то мы, опять же, выиграли сегодня третий период. Так, как бы, ну, мы еще, мне кажется, должны добавлять, добавлять, добавлять. И когда вот такая череда идет, вратари, они все-таки должны играть нам помогать. Помогать должны. То, что они, в принципе, делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok